А губы глянь, да вообще, что ты не мырубил. Игорь сегодня играет тюремщика, первый спектакль сегодня у него, премьера. Дежурного по тюрьме я играл. А я что сказал? Тюремщика. Тюремщика. А, ну то же самое. Дежурный по тюрьме, пьяный, это сложная роль, огромная, большая, в третьем действии полностью. Так что, Игорюк, удачи тебе. Спасибо большое. Волнуешься? Нет, не волнуешься. Что, не волнуешься? Сколько можно волноваться? Распускай косы и вперед-то. Нет, что-то хорошо. Ты похож на какого-то певца оперного, то ли на этого, как же его, Альфреда Краус, только он похудеет был. Я его ни разу не видел. Господи, ты что, в строительном учился? Не видел я его фотку, что-либо. На видео, посмотри в интернете. Альфреда Краус. Атлантова звонаю, садки лаву знаю, а Крауса не видел. Все. Спасибо, дорогая. Здравствуйте, сударька, Генрих, привет. Привет, Фанк. Господин Фанк, вы в курсе? Генрих садится в тюрьму. Я в полном отчаянии. Сударька, я вполне разделяю ваше огорчение. Но в конце концов, это есть в тюрьме какие-то там семь суток. Это не так уж и много. Во-первых, не семь, а восемь. Ну восемь. Ну хорошо тебе говорить, ну восемь. Я дома подряд не сидел столько дней. Я просто не выдержу. А как же люди сидят в тюрьме по двадцать лет? Ну что ты сравниваешь? За двадцать лет можно ко всему привыкнуть. Генрих, не нервничай. Никто не виноват, что ты вдруг ни с того ни с сего сделался этим, как его охотником. А почему же вы не отговорили его от этого? А еще друзья. Сударыня, выйдите с того ветра. Я всегда высказывался против охоты. Но шо? Шо, не старший дал ему свою собаку. Сударыня, у шоу-то нет собаки. Как нет собаки? А Генрих мне только что сказал, что у шоу-то и собака. Генрих, значит ты говоришь мне не прав? Дорогая. Сударыня, неужели вы думаете, что Генрих вам может сказать не правда? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, так, 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 так. Сударыня, я их отдаю. Ну, позвольте. Как же такое будет? Если Генрих говорит, что у шоу-то и собака, а вы говорите, что у шоу-то и собаки, значит кто-нибудь из вас обязательно говорит не правда. Сударыня, сейчас я вам все объясню. Дело в том, сударыня, что ровно 20 минут тому назад собака шумится. И сдохла, сударыня. Ой, какой ужас. Генрих еще ничего, я об этом не знаю, да я знаю. Поэтому Генрих говорит, что есть собака, а я говорю, что нет собаки. Чего же у нас случилось? Типертония, сударыня. Прямо на моих глазах. Бедный, бедный. Гептор, я так его любил. Гептор, почему Гептор? Эмма. Так. Эмма это жена Шульца. Да я знаю, что он шуман. Но Генрих у меня сказал, что собаку Шульца тоже зовут Генриха. Кто сказал? Звон Генриха. А вы думаете, что собаку Генриха? Я сказал Генриха. Рудуан. Сударыня, сейчас я вам все объясню. Дело в том, что Гептор стал Гептором незадолго до своей смерти, а до этого он был Эмма. Как же такое может быть? Нужно вам сказать, что Шульц купил собаку и аккуратно, если он познакомился со своей будущей женой Эмма. Затем, правда, он женился. У него, как вы сами понимаете, у Альфа виситетском сердцем нетерпения. Простите, я уже совсем ничего не понимаю. Какие-таки недоразумения? Почему? Сударыня. Да? Шульц. Сидит один у себя в дом. Ему скучно. И он хочет позвать себе и жену, и собаку. Конечно же, он кричит Эмма! Эмма! И что же получается? Собака думает, что он зовет жену и не трогается со своего места. А жена думает, что он зовет собаку и тоже не идет. Представляете, как она называет себе иная жизнь? Перпел он, перпел и решил собаку переносить. И назвал ее Гендаром. Нет, но это же мужское имя. Это мужское имя. Мужское. Ну, конечно же, мужское. Но как разнуждал? Как? Если у нас собаки новое женское имя, ну, скажем, Альба, то что может дать Альба? Гарантия у неё тяжёлый путь. Ужас. Жена может от него выйти? Может. А собака? Никогда. С другой стороны, человек от молодой и может живиться во второй раз. Где гарантия, что его новая жена не окажется тоже Альба? Где гарантия? Нет, нет гарантии. Вот он и решил назвать собаку мужским именем. Но, по-видимому, собака этого не выдержала и сдохла. Сдохла Гектора, будучи по существу Эмой. Фух, как у нас жалко, сударыня. Дорогая, предложи Альба, подай ему что-нибудь прохладительное. А мне пора в тюрьму. Спасибо, Фан. Ты настоящий друг. А ты? Ненастоящая свинья! Что такое? Ты, мой лучший друг! Отбиваешь у меня женушульца! Что? Я должен за него выступить. Время читать нотации. Неизвестно. А попробуешь встать... И сразу захочешь лечь. Так хуже. Там вправо-влево. Не, подожди. Ну, хорошо, когда ты отклоняешься назад, как сумасшедший. Это хорошо. Нет. Вот когда назад... Алексей пришел. Здрасте. Заболил. Вы что, не поставите? Нос растер все. И я люблю тебя, красотка, будь моей женой. Пластырем на груди. Слушай, подожди. Три дня стоит, я не могу снять. Пластырем на груди. Я на волос поставил, боюсь рваться. На волос. Конечно, это будет такая депиляция. Да не бойся, ты нас попроси. Мы как гераневы. Ха-ха-ха-ха. Мне надо это. Мы не боимся. Оно не помогает. Я под душем пытался, оно все равно будет больно. Больно будет. Но у тебя же волосов мало. Брить надо на том месте. Выбривай квадратик. Ты выбриваешь когда-то? Нет. Не выбриваю, но каждый раз, когда срываю, думаю, в следующий раз... Это ужасно. Но я так болел, что вот так вот поставил, и все. Ну, теперь так и ходи. Кто-то я вижу, что он такой чешок. Как будто ты чешок, блин. Господи, тебе встречу в переулку до Стёну. Батюшка благослови. Сразу о ней вспоминает. А он прямо, как вот, знаешь, из Санжинской ямы. Не пропитает. Да и все поместится. Достопочтенная Солоха. Вот это он. Забел, завяжешь мне хвостик потуже, хорошо? Чим? Ну чем? Руками. Как, руками завязать? Да, туго. Вот это. Ну не хвост, а косу. Тёж, это заразимый, я не знаю. Я не знаю. Что, ты косу не можешь заплетать? Ну, могу заплестать. Так косу мне и надо. Ну подожди. Заплестать. Я возьму у них... Заплестать, мам. Подожди. Я резинку у них возьму. Господи. Мама резинка потеряла резинку. Теперь у резинки не трусов не грузинки. Это кошмар. Теперь у резинки не трусов не грузинки, короче. Какаясь морская свинка. Хе-хе-хе-хе. Нет, нормально, чтоб у него получилось. Нет, оно у него будет хорошо. Я вот так уверен, что не хуже чем. Что-то мне не понравилось, что-то такое, что это как-то слабо. Они побежали, смотри. Сейчас мы... Сейчас пульт пробежит. Там будет музыка опять. Беги. Беги. Беги ты. Чудик. Я люблю тебя, красотка. Будь моей святой. Полюби меня немножко. Хоть я сам не свой. Ну какой подлые народы не арестоны. Какую воду взяли? Какую? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и шесть. Двенадцать. Выходит не так уж и много. Так может у меня это того рук мало. С этой стороны две. И с этой тоже две. Так где же это четырьмя руками двенадцать бутылок перенести? И пробовать нечего. Нужно их перелить в одно место. Горшок цветочки. Сиренью пахнет. Ну что? Будем, дружочек, тебя выселять. Попробуем. Скажи, пожалуйста, протекает. Да и все не поместится. Даже мне все это перелить. Понял. Догадался. Не пробитает. Да и все поместится. Хе-хе-хе. Что же это вы делаете, господин дежурный? Что вы делаете? Вот хочу все это вино перелить в одно место. И перенести на первый этап. А вы что тут делаете? Разрешите доложить. Арестованный Айзештейли с пятнадцатой камеры. Прекаю, чтобы ему немедленно присылали какого-нибудь адвоката. Подождет. Не развалится. Как бы неприятностей каких не вышло. Боюсь, что с минуты на минуту может вернуться господин директор. Директор? Игорь Маловицкий. А ну, отойди от меня. Дальше. Дальше еще отойди. А теперь с чаденосом. Ну, как солдат-швейник. Раньше фильм был. Шипче! Шипче тяни! Ну? Что? Почувствовал? Никак, нет. Тогда подходи ближе. Медленно. Медленно. Медленно подходи. Как только почувствуешь. Остановись. Давай. Стрискай. Тише. Стрискай. Стрискай. Ну, потише. Руд, сочувствовал? Ох, почувствовал Что ты почувствовал? Зависть Ну раз, я спрашиваю, пахнет от меня чем-нибудь или нет? О, пахнет, подожди Надо я ему бесплатно дышать А чем от меня пахнет? Ромом Ковяком Ромом И коня Коняком Тогда стой, где стоишь И не шевелись За шесть с половиной шагов К директору приближаться нельзя А знаешь, что он мне сказал? Еще раз Почувствую, что от тебя несет коняком Уволю говорит Мне пьяные не нужны А как мне догадаться? Пьяный я или нет? Вот Ты как думаешь? Да какой же вы пьяный? Я трогаю тебе звезды Пьяный это когда? 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 Да не пьяный Hammer Мне можно сказать Погади А может И я не могу? Нет Могу Нашью Kelley Еще выпить Выпвить Ты меня уважаешь? Давай, за любовь. Такая гадость пила. А что там? Кофе. В холодной воде разбавлено. А я тоже пил, ты чуть не вырвал. У тебя чай был, а тут кофе. Мееее! Вода разбавленная чай. Меее! Нет, еще вазу. Заливай. Я люблю тебя, красотка. Будь и моей женой. Полюби меня немножко. Что вы делаете? Что вы делаете? Я хочу побывать в моей жене сюда. Перейдемте в другую комнату. Вернется, господин директор. Человек, он небьющий. Скандал. А ты знаешь, что я замедлился? Ладно. Ты громко сильно говоришь, Серега. Ты так говорила. Громко. Тише, тише говорила. Так и будет. Возьму я. Скажи, пожалуйста, все двенадцать забрал. Ну и работяга у меня помощник. Что пить, что носить. Что за двоих? Одна беда у нас. Директор небьющий. Я люблю тебя, красотка. Будь твоей женой. Полюби меня немножко. Или я сам не свой. Молодец. 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 Игорь, уходи ты здесь. Сейчас, сейчас бэкаешь, мэкаешь. Молодец. Молодец. Сейчас, сейчас бэкаешь. Козой, козой. Сейчас, когда он сядет. И такое выдержали. Когда он только сел. Козой, низко. Игорь, браво. Вначале высоко. Мужика. Сейчас. Давай. что за черт неужели за время моего отсутствия арестовали козу спасибо огромное такие цветы я даже не знаю что это такое что это за цветы такие как они называются интересно вообще спасибо огромное цветет атриум цветок мужское счастье анморис для настоящих мужчин оля германия ой боже спасибо огромное елена пухова на летучие спасибо вам девчонки огромное вот такие розы шикарные одианы марины оксаны спасибо огромное все букет сама можно сыты такие громадный букет есть только не 100 виски коррозы ци сам величеку риднесненькими стабуле злочим еще вот такие вот это гвоздика тоже записка сейчас покажу о боже раньте на и кращему опорному спеваку сам вел костюме носишь ты наверно маша нарисовала спасибо огромное